Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам, как увеличить результат в жеме штанги лёжа, тренируясь натурально. Мои натуральные результаты в жеме штанги лёжа заходили в тупик несколько раз. Я очень долго сидел на весе 70 кг, потом устранил ошибки, такие как высокое количество повторений, снизил с 10-12 до 4-6 повторений, устранил ошибку короткий отдых между подходами, начал отдыхать 4-5 минут. В общем, исправив ошибки, я вышел на 100 кг. Я пробивал застой. Как же мне удалось пробить застой в 100 кг? Один из способов, который помогал мне, это частичные повторения. Как можно увеличить жем штанги лёжа, тренируясь натурально, с помощью частичных повторений? Дело в том, что когда вы выжимаете большой вес в верхней части амплитуды, то вам легче. Обычно тяжело сорвать штангу с рудей. И обычно боли в плечах и травмы в плечах происходят именно в нижней фазе амплитуды. В верхней части амплитуды вам жать легче, значительно легче. И поэтому предлагается попробовать пожать на 10 кг больше, чем обычно вы жмёте, но с неполной амплитудой. Для этого я беру какой-нибудь предмет, какой-нибудь валик, или использую бруски в пауэрлифтинге, накладываю их на грудь, засовываю под футболку, и затем выжимают вес. Берём вот такой вот потолщине валик, у меня это просто коврик обычный, резиновый. И кладём его под футболку. Раз, два, три. Оп! Отлично! Я пожал вес частичной амплитудой 140 кг. Теперь я снимаю вес на 10 кг. Делаю второй подход на 10 кг меньше, 130 кг. Посмотрим, как я себя почувствую со своим обычным весом. Сам-сам! По ощущениям, мой обычный вес, который сейчас в моей форме текущей, мне показался более лёгким, чем обычно. После 140 кг, 130 кг ощущается, как пушинка. Этот приём работает психологически, но этот приём работает и на физиологическом уровне. Привыкая к большим весам, вы больше укрепляете связки и сухожилия. Вот поработав 140 кг даже частичной амплитудой, сухожилия и связки укрепятся больше, чем когда вы работаете, скажем так, с полной амплитудой, но меньшим весом. Это более мышечная работа. С частичной амплитудой более статическая такая, ближе приближается уже к статической, короткая амплитудная работа. И вы гораздо больше укрепляете связки и сухожилия. Недаром армрестлеры делают этот бицепс не полностью, а вот с короткой амплитудой. Но бицепсы у них растут очень хорошо, и Денис Цыпленков установил мировой рекорд. Армрестлер. Подъём их на бицепс с полной амплитудой. Умные весы проводят биомпендантный анализ тела всех членов вашей семьи. Весы связываются через Bluetooth с приложением в смартфоне, и там фиксируется, какой процент костной, мышечной, жировой и водной массы тела у вас сегодня. Динамика изменения показателей будет храниться у вас в приложении, в смартфоне её не нужно записывать. Из минусов. При большой мышечной массе, более 100 кг, они некорректно работают и могут только точно измерить вес, но вы всё равно можете отслеживать динамику измерений. То есть, если вы будете выполнять бицепс с частичной амплитудой, но сильно спрогрессируете в рабочих вязах, то у вас увеличится сила бицепса и мышечная масса бицепса в полной амплитуде. Если вы увеличите силу в жиме лёжа с половиной амплитуды, то и мышечная масса и сила грудных мышц у вас вырастет. Это то же самое, как на турнике. Ты не мог подтянуться ни разу, но ты начал подтягиваться с короткой амплитудой. Потом научился до половины подтягиваться, потом научился подтягиваться уже до конца. Всё благодаря частичным повторениям. Если это работает в отжиманиях, если это работает в подтягиваниях, также частичные повторения сработают и в жиме лёжа, как я в этом убедился на себе. Так мы можем пробить застой в результатах. У натурала часто наступает застой в результатах. Мышцы не растут. Приходится тренироваться как-то иначе. Конечно, проще всего захимичить и так повысить результат. Но я не хотел этого делать, пока я не достигнул жима лёжа хотя бы 120 на 5 с чистой техникой. И я выполнил этот результат. Для меня это было много. Для кого-то это мало. Кто-то может сразу прийти в зал и 120 на 5, пожать с чистой техникой, даже никогда не тренируясь. Я ему, когда пришёл в зал, даже 40 килограмм пожать один раз. И вот я вышел на 120 на 5 с полной амплитудой. Что мне в этом помогало? Частичная амплитуда. Используйте этот приём, и вы тоже сможете очень сильно спрогрессировать. Получив колоссальный прогресс, вы останетесь довольны, что вы смогли, достичь без химии, большего в жиме лёжа, чем другой человек, который химичил и жмёт лёжа 70 или 80 килограмм. А таких людей миллионы, поверьте мне. Я сам лично множество видел. Вот так вот, друзья мои. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Напишите, о чём ещё рассказать. Обязательно участвуйте в моих новых чатах. Я открыл новый чат ВКонтакте, куда может любой добавиться по ссылке, которая будет указана в описании к этому видео. Я открыл новый чат в Яндекс.Дзен, куда может каждый добавиться по ссылке, которая тоже будет в описании к этому видео. У меня по-прежнему действует чат в Телеграм. И тоже ссылка. То есть выбирайте то, где вам удобнее со мной общаться, и пишите туда. А, и кстати, как обычно, показываю результаты анализов за текущий период. В отличие от других фитнес-блогеров, я сдаю анализы и показываю их вам. Вот так ровзи. Пока, до новых встреч. Подкачайся, Сюрой! Сюрой, подкачайся! Подкачайся, Сюрой! Сюрой, подкачайся! Подкачайся, Сюрой! Сюрой, подкачайся! Напоминаю вам, что 15-го числа каждого месяца стартует мой супер-марафон «Жиротопка». Каждый участник марафона получает ежедневные задания и обучающие видео от тренера. Индивидуальную программу питания и тренировок в помощи в чате поддержки на протяжении 30 дней. Чтобы участвовать, заходите на сайт «Жиротопка.ру». Есть очень много отзывов с эффектными фототрансформацией до и после моей жиротопки. Посмотрите их, и вы обязательно захотите поучаствовать. Неважно, вам нужно просушиться или подкачать мышцы. С вами был Юрий Спасококотский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч! До новых встреч!